На защите неба столицы. Смотрите вторую часть нашей программы. Репортаж ко дню противовоздушной обороны. Российские войска противовоздушной обороны должны быть готовы в любой момент отразить удар. При этом особенно важно надежно прикрыть московский регион. Именно здесь сосредоточено множество стратегических военных и гражданских объектов. В канун дня ПВО мы побывали на аэродроме и в зенитно-ракетном полку, который защищает небо Москвы. Сами не летаем и другим не даем. Таким был некогда шуточный девиз войск противовоздушной обороны. Не давать летать летательным аппаратам и ракетам противника и нарушителям действительно главная задача ПВО. Но войска противовоздушной обороны летают и сами. В их состав входит истребительная авиация. Этот истребительный авиационный полк, образованный в 1953 году, входит в состав одного из корпусов ПВО командования специального назначения. Летчики части защищают небо России на огромном участке от Черного до Белого морей. Но главным их объектом, как и десятки лет назад, остается Москва. Сегодня в полку летают все больше. Улучшилось финансирование, стали поступать горюче-смазочные материалы. Все больше молодых людей хотят стать летчиками. Подготовка летчиков за последние годы, конечно, растет. Восемь лет те, что были. До этого не было полетов как таковых. В последнее время и количество авиационной техники растет. Количество прибывающих лейтенантов растет. Особое внимание мы, конечно, уделяем молодым пилотам. И в этом году мы дадим этим летчикам не менее, чем 50 часов на лед. Но с ростом интенсивности полетов возникла новая проблема, для решения которой недостаточно одних только финансовых затрат. Для возрождения отечественного военного авиастроения, ВВС и авиации ПВО нужны и организационные меры. В силу того, что стало много топлива, интенсивнее стал уменьшаться ресурс. Но в связи с этим командование, главное командование, конечно, обратило на наш полк внимание. Нам заменяют самолеты с полков, перевооружающихся на модификации, на СМ. Мы уже пригнали одну машину, в перспективе еще пять машин. То есть боеготовность полка будет, тем не менее, медленно, но уверенно расти. Несмотря на все сложности, отечественная военная авиация, в том числе и авиация ПВО, выходит из кризиса. Крылатые защитники неба были готовы к выполнению задач и в трудные 90-е годы. А сегодня их боеготовность постепенно повышается. С нашего направления можно быть спокойным, за то, что боевую задачу по охране воздушных рубежей мы выполним. Все виды неприятельских воздушных целей готовы поразить и подмосковные ракетчики. Часть, которую я возглавляю, выполняет задачи по противовоздушной обороне города-героя Москвы. Задача подготовка личного состава по призыву офицерского состава к выполнению задач, как мирного времени, это выполнение задач боевого дежурства, военное время, отражение массированных ударов противника по важным государственным объектам. То есть создание системы противовоздушной обороны. Частью торжественных мероприятий, посвященных Дню ПВО, стали демонстрационные учения в расположении гвардейского зенитно-ракетного полка. На данных учениях отрабатывали элемент совершения марша зенитно-ракетным дивизионом, отражение нападения наземного противника силами обороны колонны и выполнение задач по противовоздушной обороне на марше. То есть работал ДШК. И разворачивание техники в полевых условиях. На вооружении полка находится зенитно-ракетная система С-300 ПМУ-1, фаворит. Значит, на вооружение уже с 2001 года. Значит, это первый полк, который перешел на вооружение данной системы вооружения. Она испытана на государственных полигонах. Техника перспективная, может производить модификационные доработки. То есть мы еще способны работать по всем воздушным объектам, которые находятся сейчас, могут летать в воздухе. в управе Украине ВПВ довести разрез с целью упражнения воздушного нарушения. Сладачи поля выполнены. Средник сопровождения. Раз! Десять раз в петро. 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 Пусть смогут вас в петро. Угрозы в наши дни могут быть самыми разными. О непосредственной угрозе ракетно-ядерного удара речь, конечно, не идет. Хотя силы ПВО обязаны отразить и его. Но возможен и несанкционированный пуск ракет. И террористические атаки с захватами самолета. Одна из основных задач по внесению боевого дежурства, выполнению в мирное время, это быть готовым в готовности уничтожать воздушные объекты, захваченные террористами. Тоже стоит задача по уничтожению данных объектов. То есть будет команда, будет обнаружен такой объект, подтвердится всеми степенями защиты, то есть проверки, будет поставлена существующая командная пункта задача на уничтожение. Мы откроем огонь, если в этот момент мое подразделение будет дежурить, находиться на боевом дежурстве. Фанатики, обрекающие на гибель сотни пассажиров, должны знать. Если они откажутся посадить угнанный лайнер, он все равно не долетит до цели. Невозможность осуществления такого теракта уже сама по себе препятствует авиаугонам. С нашей стороны Москва прикрыта надежно. Войска противовоздушной обороны России надежно защищают небо страны. Им есть что показать, за что награждать. И есть с чем поздравлять. Сегодняшняя программа идет накануне нашего знаменательного праздника, Дня войск противовоздушной обороны. Я хочу от себя лично и от военного совета войск командования специального назначения Поздравить весь личный состав рабочих и служащих, ветеранов Московского округа противовоздушной обороны, Рабочих и служащих, а также людей, которые создают грозное оружие для войск противовоздушной обороны. Чистого вам неба, здоровья и благополучия. С праздником, дорогие друзья! Программа «Смотр» прощается с вами на неделю. До встречи на канале НТВ. ТВ. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА